Мы находимся в ювелирном доме Эстет, где проходит 15-й юбилейный сезон Эстет Фэшн Уик. Этот сезон приурочен к юбилею 80-летия Вячеслава Михайловича Зайцева и где, как не здесь, в блеске и роскоши отпраздновать свой юбилей. Посмотрим, что же здесь сегодня. Сегодня с нами лауреатом многих международных и всероссийских вокальных конкурсов неподражаемая Анна Малиновская. Здравствуйте, Анна. Расскажите, пожалуйста, как вечер, как настроение? Добрый вечер. Настроение прекрасное. Рада вас видеть. Сегодня в этом шикарном зале просто невероятная атмосфера, и я очень рада оказаться здесь. Мы исполняли множество различных композиций. Расскажите, какая ваша любимая? Вы знаете, я очень люблю направление джаз, мюзиклы, вот что-то в этом стиле. Люблю исполнять, люблю слушать. Расскажите, пожалуйста, раз уж мы на неделе моды и на ювелирной неделе, есть ли у вас любимый бренд именно ювелирный? Конечно. Я большая поклонница Вячеслава Михайловича Зайцева. Мне очень нравится. Я спряжусь за его показами, за то, какие он создает шедевры невероятные. Это так роскошно видеть на девушке, на женщине. Наряды изысканные. Наряды, которые подчеркивают красоту женщине, элегантность, дают свой стиль, индивидуальность. Это изумительно. А ювелирный бренд у вас есть любимый? Конечно же, на первом месте ювелирный бренд это Гевархиан. А расскажите, пожалуйста, о своем наряде. Вы сегодня так ослепительно выглядите, очень здорово. Спасибо вам большое. Вы знаете, вот признаюсь, мейн-дизайнером является моя мамочка. Вот она мне неоднократно к выступлению, на показах State Fashion Week, ну и на других мероприятиях она мне делает платье. Вот такого рода королевские. У меня мамулечка с золотыми ручками, поэтому у нее есть вкус, есть стиль. Да, это точно. Стиль потрясающий просто. Столько много кропотливой работы здесь, мне кажется. Как долго она вообще это делает? Ну, относительно долго, я вам признаюсь. Конечно, это очень кропотливая работа. Ну, вот мы сейчас на пятнадцатом сезоне State Fashion Week, все-таки юбилей. Давайте поздравим State с юбилеем и что бы вы пожелали? Вы знаете, я прежде всего хочу сказать спасибо, что я оказалась здесь в этой невероятной красоте. И, конечно же, я хочу пожелать процветания, радости, невероятной атмосферы. И каждый раз хочется сюда возвращаться, каждый раз с большим трепетом и нетерпением ждешь, когда начнется очередной показ, чтобы увидеть эту красоту. Спасибо вам большое за интервью. Мы с нетерпением ждем ваших новых выступлений. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи, хорошего настроения. Спасибо. Вечер. Лада, очень приятно вас встретить на State Fashion Week. Расскажите о вечере, о самом настроении. Как вам здесь? Я немножко устала, потому что я с концерта приехала, но здесь всегда радостная атмосфера. Очень много интересующихся людей, что в наше время мне казалось, что уже, наверное, это такая редкость. И что люди больше любят смотреться по телефону или по телевизору или еще там как-то. А здесь все приехали в воскресенье, в субботу, в пятницу, неважно. Потому что здесь весело, красиво. Всегда что-то будет интересное. Всегда будут красивые модели. Президент обязательно сделает какую-нибудь коллаборацию. Как и Кургенович, я тут уже наслышана, каждый год делает какие-то феерические выступления. Всегда удивляет. Это приятно. Вообще классно, когда люди креативят. Потому что если умирает творчество, ну вообще все умирает. А в этом месте творчество просветает, и это очень чувствуется. Поэтому столько людей здесь. Вы в членах жюри. Скажите, пожалуйста, есть какой-то показ, который вам наиболее понравился? Мне очень понравилась детская коллекция. По-моему, Барби, да, была дизайнер. Поскольку я вижу и близко проходят девчоночки, массивусенькие. И нужно рассмотреть все детали. И очень понравилась Ася Акиншина из Питера. Вот она прям тронула меня чем-то. Она очень... Вообще питерские дизайнеры – это особая каста. Это особенные люди с духовным миром интересным, очень глубоким. И со своей изюминкой, ну как сказать, они всегда отличаются. Можно, не знаю, как это объяснить, они всегда выделятся. Чем-то своим они всегда выделяют. А у вас есть любимый ювелирный бренд? Знаете, такого прям любимого нет. Мне нравятся просто красивые изделия. У Геворгена таких изделий немало. Там целый музей, уделитель, на который я все смотрю, смотрю, рассматриваю. Но он не продается, к сожалению. Люблю итальянских мастералов, японских. То есть, как бы... Ну, в общем, вы любите красивые эстетичные вещи. Ну, я нормальная женщина, я, конечно, люблю красивые вещи. Ну, и мы находимся на 15-м сезоне эстет-фэшн-вик. Давайте поздравим с юбилеем, что-то пожелаем. 15 лет, ни много и ни мало. Я желаю процветания. Для, наверное, вот именно фэшн-моды – это уже возраст. Очень хороший, очень такой самодостаточный. И я желаю, чтобы продолжалось, чтобы фэшн-вик свел, расцветал. И как можно больше созвездий появлялось на нем. Даже сам король эстрады нашей здесь, Филипп Киркоров, с таким удовольствием присутствовал. И так держать. Пока все получается. Главное, чтобы все продолжалось. Понимаете, шоу must go on. С нами сегодня Евгения Рассказова. И Лана Пушкина. Лана Пушкина, да? И Лана Пушкина – это дизайнер, ваш любимый. Нет, дизайнер. Сегодня я немного в другом платье от Ивана Рыбникова. Света мне шает в концертный костюм. А сегодня она выступала как визажист. Вот то, что нарисовано у меня на лице. Ну, глаза там все. Они у меня не такие, наверное, большие. Красивые, как рисовала Света. Спасибо. Как вечер вам? Как публика? Как подиум? Все очень хорошо организовано. Не устаю это повторять. Комфортно. Кроме того, что я теряла платье, все было комфортно. Но красота требует жетко. Звук хороший. Публика хороший, организован. Я не вижу косяков в организации. Уровень задан, и он запретен. Колиш, мы на ювелирной неделе моды. У вас есть любимый ювелирный бренд? Да, я уже говорила. Как ни странно, это не самая дорогая марка. Но она очень эксклюзивная. Там не повторяется. И что там? Малатейвы живописи. Я так считаю, что они где-то под тыкассо даже больше. Это Фрейвилл я очень люблю. Как ни странно. Но на сцену, понимаете, приходится одевать то, что блестит. А сегодня на вас какие прошения? Вот. Я не знаю, это из коллекции, соответственно, там, Яна Недзетская. Это тоже одна из известных модельеров. От нее это осталось. На сцене нужно что-то яркое такое, чтобы оно пристело, сверкало и переливалось. Еще на сцене же машешь головой. Если очень дорого, то можно улететь в зал и потеряться. Расскажите о своих впечатлениях от вечера и вообще, как вы подбирали на такой образ? Подбирали под платье. Я же макияжем занималась. Впечатления прекрасные. Народу много. Творческие люди. Много очень артистов. То есть очень хорошая атмосфера. Мне все понравилось. Это самое главное. А ваш любимый бренд ювелирный? Я люблю бриллианты, неважно, какой бренд. Лучшие друзья. Девушек, это бриллианты. Ну и сейчас 15 сезон проходит. Может быть, что-то пожелаем. Мы стоит Fashion Week. Поздравим с юбилеем как-то. Класс. Мне кажется, лучшего поздравления они просто не услышат. Спасибо вам огромное за интервью. Приятного вечера, дальнейшего развития. Ждем ваших новых каких-то творческих успехов. Спасибо. Сегодня с нами талантливый дизайнер Вера Родионова, в показах которой всегда присутствуют цветы. Расскажите, пожалуйста, как вы создаете свои такие неповторимые изделия? Этот цветок необыкновенно смотрит. Меня на это, во-первых, восстанавливают мои дети. Во-вторых, мое окружение. Я благодарна сегодня Светлане Кварта, которая предоставила нам головные уборы. Мы поздравляем вас с очередным показом здесь, на Estet Fashion Week. И у Estet сегодня, ну и вообще, это неделя юбилейная. Давайте поздравим его с юбилеем. Что-то пожелаем. Пожелаем здоровья, долгих лет жизни, процветания, чтобы его муза не прикидала в создание его великолепных образов. Ну и очень хотелось бы еще раз с ним встретиться, где-то на показе. Нам тоже хотелось бы видеть вас здесь, на этом же подиуме, в юбилейном доме Estet. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а живые цветы вы используете при создании? Ну, с живыми цветами это немножечко проблематично, поскольку мои платья создаются по нескольку недель, а жизни недолговечна живого цветка. А не было идеи пропитать ваши наряды каким-то ароматом? Я бы могла рассмотреть этот вариант. Мне кажется, это было бы очень круто, если бы какая-то модница пришла бы в вашем наряде, от нее шикарно пахла розами. Я подумала на эту тему. Ну вот вам отличная идея для каких-то следующих творений. Мы желаем вам творческих успехов. Огромное спасибо вам за интервью, за то, что выделили нам время. Ну и хорошего вечера. Здравствуйте, ребята. Расскажите о себе. Вы участвуете в показе сегодня? Да, я участвую в показе «Стильняшка». У меня такой стиль милатри, хаки. Такой свободный и своенравный стиль. Мне понравилось очень. Здесь очень хорошо. И мне одежда понравилась. Все похлопали. Песня хорошая была. А ты тоже участвовал в этом же, да, в показе? Да, да. Это твоя сестричка? Да, это моя сестра. Скажите, вы первый раз участвуете в таком мероприятии? Да, мы первый раз. И нам очень понравилось. Желаю, чтобы все тоже участвовали в этом же показе и стали популярными. Да, я первый раз. И мне очень понравилось. Я еще раз хочу. Обязательно сюда придете, да? Да. Спасибо большое, ребята, за интервью. Мы тоже желаем вам удачи и дальнейшего развития. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!